Всем привет! 650 нм. Как много в этой теме ностальгии, желания, поисков и мечты. Мечты сделать мощный лазер из DVD. Из DVD сделать, чтобы работать, прожигал, выжигал и, естественно, ставить лазерные проекторы. В которых ставили 100 миллиметров меньше, а тут 300 миллиметров из DVD можно выковырнуть. Ну, прям капец, как раньше все этим озадачивались. Но получалось реально фуфло. Всего лишь-то. Поджигал спички. И никакого эффекта. Кто-то, конечно, делал сборки, которые приносили больше эффекта. Это самое. Лучик становится более видимым. Но те, кто делают эти указки, это был пиздец. Как бы люди ни смотрели в интернете, брали диод из DVD-VK мы вырыли, если повезет, можно 300 миллилитров нарыть, если очень долго копаться и в хороших видео. Кто-то делал драйверы к нему. Я лично нагрёб вот такой волшебный резистор. Из китайской цвета музыки взял его методом тыка. Представил к диоду. Вот точно припаял. Взял типичный аккумулятор на 3,7 вольта. И вот и всё. Самый мощный лазер готов. Ну, конечно, без линута куда же без него. Правда, линута брали линута обычно. От любой указки. Ну и, естественно, фокусировали его. Любым методом. Это самое. Из проекторов. Оранжайника не было. Кто-то находил вот такие модули из лазерных проекторов. Разбирали лазерные проекторы. Из музыкальных магазинов. Попали специально, чтобы лазер из DVD вставить. Да. Была такая фигня. Вот у меня, как раз, из лазерного проектора завалялся. Здесь тоже из DVD стоит. Как же без него? Да. Ну и что? Ну, в итоге что? Он мог поджигать спички. Вообще не виден был в воздухе. Ну, конечно, это самое главное. Если без тумана смотреть. Ну, короче, одним словом, было полное фуфло. Зато как рекламировали на ютубе. На ютубе. Во всяких группах. Что прям более офотошопленные фотографии. Как всё дело работает. Как всё красиво. Ну, когда соберёшь, получается реальное фуфло. Реально такого лучшего нет. Как хотелось бы. Ну, конечно. Потом всё это дело перемахнуло. Стали заказывать сайтов. Уже готовые указки. И тому подобное. Ну, даже в то время, даже в то время, у многих была мечта найти. Один ватт, 650 нм. Потому что это был реальный реалитет. В то время. Да и сейчас реалитет. Ведь про него нигде не видно и не слышно. Ну, вот именно об этой фигне я сегодня хочу рассказать. То есть рассказать, разобрать, показать и тому подобное. Верято ли кто-то ещё будет покупать. Почти из-за... Так, мусор был очень реально дефекат. Ну, короче, вы, наверное, знаете, да? Мусор могу один скинуть. Кому очень интересен мусор, могу... Напишите мне. В Витуме, ВКонтакте. Мусор могу один скинуть. Фотографию мусора. Ну да. 650 нм. Один ватт. Хрен купишь, хрен достанешь, хрен где найдёшь. Особенно в то время. Во время DVD-лайзеров. Ну, мне было интересно. В общем, даже в наше время его реально трудно найти. В том числе и на Алике. Не каждый продавец хочет его отправлять почему-то. Либо отправляет, но потом этот самый заказ завершается спором. Ну вот. Пришлось переснять. Вот эту часть видео. Вот. Ещё раз показываю, конечно, уже в хорошем качестве всё это дело. и двухполовину состоит. Это блок питания на 220. Внизу сама плата питания модуля. Точнее, стабилизатор питания. Вот здесь стоит два резистора. Один резистор регулирует мощность самого модуля. Яркость его, естественно. Другой регулирует его охлаждение. То есть, мощность элемента бритья, который охлаждает сам диод. Штейкер довольно-таки прокручен хорошо, потому что 150 нм боится статики. Да. 650 нм высокую мощность, он боится статики. Здесь находится тоталомодуляция. Это модуля. Тьфу, какая нафиг тоталомодуляция? Аналоговая модуляция. Это модуль аналоговый. Аналоговый модуль всегда стоит дороже, чем тоталовский. Здесь плюс-минус 30 кГц, по-моему. Ну, что хочу сказать. В плане модуляции он довольно-таки чувствительный. Сам модуль... Сейчас я включу, покажу. Даже... Вот. Даже при касании одного контакта вот из этих модуль немножко убавляет его мощность в яркости. Знаете, тверки бывают у электриков еще такие с индикатором. Так, конечно, не видно почему-то на глаз. Сейчас попробую сюда посветить. Может быть, заметно. Прямо совсем чуть-чуть убавляется. Если замкнуть их два, модуль погаснет. Так работает его модуляция здесь. Так. Ну, вот так он светит. Сейчас, если света выключится, глаза... Сразу говорю. Глазом его не видно. Его луч не видно глазом. Хоть он и такой высокой мощности. Но... Тем не менее, если его... Если к нему приставить линзу, получится... зону песочных часов, я так называю, где он будет выжигать. чё, он, конечно, естественно, хорошо выжигает. Да, если, конечно, поднести так, так он, конечно, ничего не выжигает. Руку греет. Греет довольно-таки нормально. Не скажу, что прям очень сильно, но довольно-таки нормально. Хоть и 1 ватт. С синими, конечно, не сравнить, естественно. И вот, чё, сейчас я выключу свет и покажу приц, какой у него луч. Луч у него полоской светит он. Вот так, а если посмотреть, он будет казаться то, что он тонкий. А если вот так посмотреть, будет казаться то, что он широкий. Вот так он работает. Давайте направим лайт в комнату на потолок. Вот у меня есть проектор включенный. есть музыку, музыку слушаю. Так, ну чё ж. Сразу говорю, лучше настолько хорошо не видно, как на телефоне. это, естественно, так камера хорошо видит. Глазом, конечно, вот так не видно хорошо. ну чё ж. Давайте его разберём. Вроде бы основной всё показал. Открутим гаечку. Это гаечку. Сразу попробую сейчас выкрутить линзу, но ничего не гарантирую. нет. Она вклеенная. Вот здесь по бокам она заклеенная. Заклеена, сразу говорю, вот здесь заклеена. Заклеена ультрафиолетовым отражается синим синим облицовым таким. Видите, там вклеена всё это дело. Так. Теперь сейчас надо булочки открутить и показать, как он выглядит внутри. довольно-таки подробно хочу это дело показать. Думаю, кому это нибудь по-любому пригодится. Мне конечно закрыть тему 650 нанометров. Честно скажу, очень раньше хотел красно-лазерный модуль 150 нанометров в 1 ватт, но что-то как-то не получалось заказать раньше. не было алика. Вот. Правдов реально много. Здесь и датчик температуры, элемент пельтье и питание самого модуля. вот здесь вот булочки. Сейчас мы их открутим и я покажу, что там внутри. Модуль состоит из двух половин. состыкованный. Две одинаковых половин состыкованные. половин половин состыкованные. Я не знаю, что там мне. Так, еще не открутил до конца. В общем, колечком мы отделем, хотя болт текет. Вот, молтики повылетали. Нужно быть 4 штуки. Вот. Молтики мы вынули. И теперь крупным планом хочу, чтобы все это увидели. Так. Вот. Там стоит линза. Здорово кручено. Линза дна. И вот так оно выглядит в HD-качестве. Ну, его выглядит в HD-качестве. Крепление C-mount. То есть, крепление диода болтом. Сам диод стоит на подставке. Подставка, ну, подложка. Покрашена черным, чтобы не было переотражение от линзы. Потому как диод от обратного переотражения может сгореть. Внизу стоит элемент пельтье. Вот так. Ну, будет. Здесь стоит датчик температуры. Датчик температуры. Ну, ёё. Телефон, фокусируйся. Вот. Должно все увидеть. Ну. Вот так он выглядит. Я чё ж. Я реально. Сейчас его включу. Реально. У нас, естественно, страх и риск. Я включу и покажу, как он работает. Телефон опять маяться с фигней. Да. Как ни странно, так снимает МАХ-1. Да. Он реально так снимает. Он реально любит маяться с херней. То есть. Расфокусируйся тогда, когда не надо. Ну, вот сейчас смотрим, как он светит. Без. Вот так он светит. Без линзы. Светит он вот такой полоской. Я вам покажу, как он светит на экран. Сейчас выключим свет. Вот так он светит. Такой полоской на экран. Вот так он светит вблизи. Светит. 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 расходы его сразу говорю как вентилятор убираешь с этой штуки он сразу теряет яркость потому что возросла температура на самом радиаторе он так понял ее замеряет он ее так понял замеряет включаем на самом кристалле диода стоит маленькая маленькая маленький кусочек оптоволокна приклеенный видите сейчас конечно я его закручу и действительно прямо сейчас разберу еще и блок питания ладно, сейчас на 2 закручу прямо сейчас я разберу и покажу его блок питания вот этот как он реально там выглядит под этими болтами что там стоит чего все это видели так вот 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 так собран его драйвер так собран драйвер 150 на метр такой не маленький драйвер на стабилизации контроль температуры есть это главное чтобы была стабильность частоты 650 на метров есть нужен контроль температуры как ни странно даже в диодом чушь это был hd видео пишите в комментах